Виталий, приветствую тебя. Приветствую. В понедельник открываем неделю, первый эфир, классика, техника, фундамент. В общем, смотрим на рынки с разных сторон, подсказываем тем, кто следит за нашим с тобой совместным контентом в качестве факторов поддержки, помощи в принятии решений. Друзья, за вами уже фактически само решение, действуете вы или нет, но мы с Виталием рекомендуем вам сейчас на рынки смотреть куда более пристально и внимательно, потому что на них довольно-таки интересно. И удается довольно часто определить те тенденции, которые в конечном счете приносят очень хорошие деньги. Вот чего стоит только американский фондовый рынок, который ранее мы с Виталием как с точки зрения техники, так и с точки зрения фундамента, рассматривали с позиции покупок, ориентировались на 4,500 по индексу СНП. Я предлагаю прямо сразу демонстрацию перейти, чтобы было название лучше. 4,500, в частности, этот уровень уже протестирован, и индекс оказался даже выше. Ну, вокальный хай был сейчас на отметке 4,512 пунктов, а сейчас 4,507 пунктов. Я, признаться, на какое-то время все-таки оставил панду в покое. Сейчас после того, как рынок добрался до заветной цели 4,500, я еще с конца прошлого года покупал NASDAQ с целями 15 тысяч, потом СНП с целью 4,500. И вот, наконец-таки, сейчас у меня есть возможность поставить такую жирную точку в этих целевых ожиданиях, которые реализовывались. Хотя тот новостной фонд, который в моменте, опять же, есть приправленный выступлением Пауэлла в пятницу на Джексон Холли, все это располагает к тому, чтобы и дальше держать длинные позиции по СНП, но очень рискованные предприятия, потому что мне кажется, что текущий уровень – это прям немыслимое значение для фонды. Но, опять же, кому интересно, кто не закрывает при текущих уровнях, считать, что тот же СНП может пойти еще выше, могу обозначить цели там уже в районе 5 тысяч пунктов. Это цели, которые я видел от некоторых инвестбанков, и мои коллеги считают, что чем дольше ФРС и американская экономика будет существовать в условиях мягкой экономической политики, тем больше времени будет у покупателей, как говорится, не бздеть и сидеть в этих плангах, пока есть возможность работать по тренду. Так, индекс доллара, который я в целом рекомендовал рассматривать с точки зрения продаж, постфактум уже выступление Пауэлл. Что было интересно? Ну, во-первых, интересно то, что Пауэлл, как, в принципе, я и ожидал, я понимаю, что были и другие трейдеры, которые рассчитывали на другую точку зрения, но Пауэлл из-за новостного фона, связанного с ковидом и макроэкономическим, здесь акцент делается на статистику, предпочел пока не обнадеживать рынки конкретными сроками того, как будут сокращаться экономические стимулы. Ну, обнадеживать рынки, это как бы в кавычки я возьму, потому что если бы ФРС обозначил дорожную карту ужесточения политики, фондовый рынок бы улетел вниз, но этого не произошло. А вот доллар снизился, потому что чем дольше ФРС будет снабжать экономику вот этой ликвидностью, тем больше шансов именно для риска и меньше шансов у доллара держаться на довольно высоких значениях. Я доллар буду и с американской валютой дальше шортить, потому что полагаю, что до ноября к теме сокращения программы количества смягчения мы не вернемся. Пау, в частности, отметил прогресс на рынке труда, но при этом признал также, что есть прогресс и в распространении нового штамма Дельта. Инфляция не проблема для американского регулятора, и самое главное заявление, что программа количества смягчений – это тот самый инструмент, который обеспечивает необходимые сейчас американской экономике финансовые условия. На этой неделе, кстати, Non-Farm Pearls, то есть они в пятницу, и мы с тобой через неделю сможем разобрать. Я заранее считаю, что в этот раз Non-Farm разочарует и точно не будет даже близко похожего на то, что мы видели ранее, потому что этот месяц, то есть месяц последних Non-Farm, будет включать в себя ухудшение ситуации с штаммом Дельты именно в американской экономике, которая точно повлияла на потребительскую активность, на настроение потребителей и бизнеса в том числе. Поэтому я жду слабые цифры, и, может быть, как раз предвкушая реально плохие данные по итогам августа, Паул пока что решил немножко платянуть резину и не стал давать рынку конкретный сигнал того, что в октябре, например, программа количества смягчений будет срезана на определенный объем. Так, дальше что у нас было по идеям? Золото я рекомендовал покупать, там через отложку Балини 1785. Эта сделка прекрасно себя отработала. Сейчас котировки 1814, до цели мы еще не добрались. Цель 1825 максимум был на отметке 1823. Нужно держать дальше. Я параллельно еще смотрю на индекс страничных настроений. В целом советую не забывать про довольно нестабильную ситуацию в плане геополитики в Центральной Азии. Смотреть параллельно снижение доходности американских обликаций, что тот же фактор поддержки для рынка драгоценных металлов. И пока что, собственно, ждать 1825 и выше. Так, по нефти была отложка селл-стоп с уровнем 69-60. Мы до нее не дотянули. Сейчас котировки 71,65. И на рынке в моменте, что из новостей нужно выделить, это вот именно последствия урагана Ида. Я думаю, что информации будет больше в течение сегодняшнего дня. И во время следующего эфира предлагаю, ну, со своей стороны, как с позиции фундаменталиста, я уже по итогам, друзья, расскажу, было ли какое-то супер-мега-негативное последствие для нефтедобывающего бизнеса США из-за того, что стихия обрушилась на Мексиканский залив, где 15%, по-моему, всех объемов нефтедобычи США и 50% нефтеперерабатывающих предприятий. Но в моменте после ГЭПа, после открытия с ГЭПом, ГЭП уже закрыт. Сейчас котировки, как я уже отметил, 71,60. Новых сделок продавать не буду, потому что очень трудно сейчас прогнозировать, куда рынок нефти может пойти дальше. Хотя, учитывая идею и ожидание слабости дальнейшей доллара, допускаю, что следующая рекомендация от меня будет влога. И еще одну сделку я хотел бы сегодня прокомментировать. Это по евро-доллару. Давно я не давал рекомендации по этой валютной паре. Сегодня хочу предложить по лимиту уровня 1,1760, 100-1,17 и целями 1,1850, 1,19. Ну, даже можно 1,19. Эта идея основана на ожидании слабости доллара и еще на индексе рыночных настроений. В моменте смотрю на перекос позиций трейдеров. Большая часть евро продает, поэтому думаю, что пойдем вверх против действий большинства. Виталий, слово тебе. Так, сделал демонстрацию экрана, видно? Подгрузилась? Да. Итак, всех приветствую. Давайте пройдемся по тем идеям, которые я говорил на прошлой неделе в среду, а точнее по горячим следам прямо перед заседанием в Джексон Холле, точнее выступление Павла. Я, как обещал в прошлую среду, по возможности проведу пятницу, что я проведу пятницу уточнение по рынку. И, в принципе, у меня получилось. Утром записывал уточняющий прогноз по рынку, как я его вижу. И в пятницу, кто смотрел рубрику «Открытый микрофон», я давал видение по евро-доллару, по фунту, по новозеландскому доллару, по стрелинскому доллару, по индексу доллара. То есть давал видение, что я вижу данные валютные пары на рост, ну точнее там евро, фунт, ауди, НЗД в рост, то есть ослабление доллара. Там были какие-то сомнения по другим парам, но вот эти идеи, которые я транслировал, они себя, скажем, локально отработали. Говорил, что вот это накопление, которое здесь было по евро-доллару, по другим парам, оно небольшое, но оно, скорее всего, выглядит на движение в лонах. Оно, в принципе, так и отработало. Конечно, не было каких-то там супердвижений, как бывает иногда на новостях, то есть там где-то пунктов 150-200 пунктов. Ну, было обычное движение там на пунктов 50. Это практически слабенькое движение, но не убыточное. Поэтому, как и в прошлый раз, в среду я давал возможность варианта хеджирования по рынку по индексу доллара, так как я говорил о нем с позиции лонга, но чуть-чуть под конец недели я себя подкорректировал по индексу доллара, больше за шорт, и евро-доллар рассматривал лонги. То есть в среду говорил, что здесь возможно покупать, и в пятницу добавил, что здесь тоже вариант покупки, аналогично фунт-доллар, то есть вот с этих значений, здесь аналогичные все паттерны были по всем инструментам, то есть с этого уровня. То есть по фунту доллару неплохо отработали, с этих значений, я говорил о лонгах, мы сделали там, ну, 80 пунктов, здесь волатильность чуть больше. Новозеландский доллар аналогично, вот, и австралийский доллар. На текущий момент, что я могу сказать по данным активам, они, в принципе, все одинаковые, евро, фунт, НЗД, ауди, индекс доллара, поддерживают твою идею с евро-долларом лонга, только здесь нужно быть осторожным в формате обязательно ставить стоп-лоссы, если и где-то примерно покупать евро-доллар условно с текущих 1.17, ну, сейчас цена 1.18 условно, если будет снижение в район 1.17.80, можно рассматривать покупки, но я пока буду ждать, хотя, скорее всего, здесь покупки, так как есть альтернатива этому всему, если мы поглотим вот это пятничное движение, которое было на Пауэле, то есть полностью, да, то я уже ближе к среде буду рассматривать альтернативный вариант, это уходить в шорт. Пока те, кто ранее покупал, возможно удерживать покупки без убытки, часть фиксировать, так как у нас есть уровень сопротивления, и дальше уже присматриваться, то есть что будет рынок рисовать, так как у нас, знаешь, бывает такое, выходит новость, что-то выступили, они в один день прошли какое-то движение, хотя оно небольшое, дальше обратно загоняют, поглощают вот этот импульс и идем обновлять дальше минимумы по евро, то есть вот такое у меня видение, то есть по всем рынкам, поэтому пока конкретной рекомендации не будет, будет уточнение, что если кто ранее успел войти, то удерживаем позиции, если нет, то я бы пока подождал, хотя вариант с текущих, есть развитие дальнейшего роста и рискованной покупки текущей или на 20 пунктов ниже с общим стоп-лоссом в районе там 1.17-1.30, возможно рассматривать, так как у нас здесь, в принципе, у нас евро-доллар достаточно сильно отпадал, ему бы стоит и посильнее откатить, там в район 1.19, как ты назвал, и возможно выше 1.20. Дальше золото, я еще прошлый раз говорил о золоте, о снижении, здесь аналогичная ситуация, как и с евро-долларом, назывались уровни вот здесь для шарта, в прошлый раз, это 1790 там с копейками, локальные цели мы сделали, то есть назывались вот эта поддержка, мы ее сделали, дальше откупили, откупили, обновили хаи, то есть здесь можно было выйти по безубытку, по данному инструменту, я ожидал, что мы сделаем по золоту более сильную коррекцию и дальше рассматривать какие-то покупки, я еще даже с ребятами в пятницу рассматривал золото на снижение, мы падали в моменте там более 100 пунктов, но дальше снова откупили, то есть безубытки одни, и здесь аналогично, как и евро-доллар, если мы сегодня там понедельник, вторник, желательно, чтобы понедельник, если поглощаем пятничные движения наверх, то я дальше буду медведем по золоту, пока сохраняю идею, скажем, что мы дальше будем расти. Дальше, что у меня не сработало, то есть я там с ребятами общался, то есть я думал, что Павел все-таки что-то скажет на рынке о сворачивании, но, как видим, боятся они сворачивать рынок, возможно, реальная причина это, скажем, ковид, вот эти все штампы, альфа-бета, но они тоже, как ты говоришь, они понимают, что если они что-то конкретное скажут, то этот рынок улетит очень сильно вниз, вот даже вот взять тот же Китай, да, там рынок, кто бы сказал, что будет падать там на 50-80% рынок, и рынок Японии аналогично достаточно сильно снижается, поэтому здесь мы пробовали шортить, сильных моделей не было, какие-то локальные, но, скажем, на ожиданиях что-то думали, скажут, но не сработало, то есть пока идеи нет, возможно, дальше продолжится рост, потому что никак не хочет падать. И идея, которую я в прошлый раз затронул, это было еще по биткоину, эта идея будет для меня сейчас, так скажем, на ближайший там сентябрь, я за ней буду наблюдать сильно, у меня есть вариант, что биткоин, вот когда он показал снижение сильное в апреле, там мае, июне, что вот это все движение как импульс, да, и сейчас мы его корректируем, то есть если натянуть сетку Fibonacci, мы сделали там практически 60%, возможно, еще будем добивать 60%, возможно, там прокалывать. Я рассматриваю это как коррекцию и дальнейшее снижение в район там 30 тысяч, конечно, это будет не быстро и, возможно, ниже по сценарию, как это было в 2018 году, ну, когда тоже был такой взрывной рост, потом сильное снижение, импульс, коррекция аналогично на процентов 60, вот здесь видно, ну, на недельку, то есть две свечи, чуть-чуть увеличу вот так, вот, да, то есть было сильное движение вниз, откат 60% и дальше мы медленно-медленно на, скажем, ну, на 2,5 года мы ушли в ренч, и здесь, если рассматривать такой ажиотаж криптовалюты в 2017 году, я помню, даже мои родители уже начали спрашивать о биткоине, что это такое, вот прямо вот я помню, или это был ноябрь, или декабрь 2017 года, вот прямо перед Новым годом, помню, папа спросил там по новостям уже, даже по обычным новостям про биткоин говорили, и он бах, и он там ушел, и помню вот этот момент, 18-19 год, о биткоине никто не говорил, вот там, если взять там Facebook, да, там ранее все обсуждали эти все, скажем, коучи и там супергуру из биткоина ушли, никто о нем не говорил, только вернулись в начале 20-го года, ну, точнее, конец 20-го года, и там 2021 год. Поэтому я буду транслировать идею на шорт, в прошлый раз я говорил о селл-стопе 48, ну, точнее, 47-500, то есть на пробой вот этих минимумов, да, с ребятами мы заходили чуть выше, пока еще сохраняю снижение, возможно, через какое-то обновление, но буду уже по факту смотреть, то есть кто не шортил ранее, то есть не самый лучший здесь паттерн на шорт, конечно, это 47-900, чесена 48, условно, со стоп-лоссом за вчерашний хай, то есть это, ну, в районе там 50 тысяч пусть будет, да, потому что если будут проносить вот эти уровни, посмотрим, будет ли здесь пробой сильный, мы можем улететь вверх, или там очередной ложный, и лучше там получить стоп-лосс короткий и дальше перезаходить, так как существует альтернатива тому, что я говорю, что у нас вот это все был не импульс, а коррекционное движение, мы дальше уйдем на 65 тысяч, 100 тысяч и так далее, то есть это тоже возможно, обязательно ставить стоп-лоссы и так далее. Поэтому это будет такой инструмент, за которым я буду следить в ближайшее время и находить возможные точки входа на шорт, если будут там текущие выбивать. Ну, хорошо, а если оправдается этот сценарий, как ты думаешь, до кода мы можем уйти вниз? Ну, если вот, скажем, вот это коррекционное движение, это импульс, то есть мы должны перебивать 30 тысяч и уходить на движение, вот которое было отсюда, то есть у нас было 35 тысяч долларов снижение, то есть с текущих, то есть 35, то есть мы должны падать, то есть минус с текущих, то есть это где-то в район там 20-15 тысяч. Но это может быть, скажем, не камнем вниз, а может быть, ну, такое под таким, скажем, вот таким углом. Мы будем не вот так падать, а вот так, скажем, на такое медленное боковое движение, которое, скажем, перестанет быть таким хайпом, да, станет неинтересно, потому что когда активы интересны, когда инвестор покупает и ежедневно он смотрит, там плюс 5, плюс 10, плюс 30 процентов актив показывает, а когда он показывает плюс 0 или там минус 5 процентов или плюс 5 процентов, для него это становится неинтересным, да, как там Тесла росла там и так далее, акции, так как в многих есть сейчас, допустим, в портфеле там китайский рынок, даже тот же, который торгуется на американском рынке, Али Баба, то есть перспективно, там Байду китайский, они сейчас показывают сильные минуса и становятся неинтересными. Ну, посмотрим, то есть это пока видение, то есть оно не является каким-то стопроцентным моментом, да, то есть это трейдерский вариант не идет, то есть мы теряем какой-то риск, то есть не теряем весь депозит или полдепозита. Спасибо тебе, Виталий. Ну что, друзья, для вас разобрали ситуацию как с точки зрения техники, так и с точки зрения фундамента. То есть информация на текущий момент дана, ясна, мы для вас продолжим с Виталием следить за тем, что на рынках будет, как что там будет происходить, как будут меняться рыночные настроения. Опять же, все до сих пор неоднозначно, действительно согласен с Виталием, то что даже тот коррекционный откат, который по доллару мы наблюдали в пятницу, может очень быстро быть замещен возобновлением роста и уходом там на новый локальный максимум. Ну, мы специально для вас собираемся не один раз в неделю и стараемся держать руку на пульсе, чтобы на вы были в пульсе все происходящее. Виталий, спасибо тебе большое за комментарии, хорошие тебе торговые сессии первой недели и до встречи уже до встречи. Пока. Пока.